М-да, хорошая была ёлочка. Сегодня 17 января, день нарушения обещаний. Признайтесь, а вы всегда держите своё слово. Это сильная новость, рубрика короче, всем лёгкого начала недели, поехали. Ёлки хана, но хоть игрушка целая. Белорусские Деды Морозы и Снегурочки рассказали, сколько они заработали на праздниках. Начнём со столицы. Предприниматель Александр из Минска рассказал, что проработал две с половиной недели и заработал 1400 рублей. По его словам, это довольно скромная сумма по сравнению с предыдущими годами. Дед Мороз Геннадий работал в Могилёве и за один свой визит брал 30 рублей. Всего заработал порядка 400. Ну а Богдана из Гомеля, которая работала Снегурочкой, за один получасовой визит вместе с Дедом Морозом брали 45 рублей. Расскажите, а сколько вы тратили на услуги Деда Мороза, ну или заработали? Ну и немного экзотики вам в ленту. В Гомеле у дворца Румянцевых и Паскевичей появились павлины. Парочка поселилась в Зимнем Саду. Несмотря на то, что родины этих птич считаются теплые страны Азии, они довольно неплохо чувствуют себя и в наших краях, а все потому, что выросли в неволе. А вот с людьми, как рассказывают работники Зимнего Сада, они держатся на расстоянии, хоть и агрессии не проявляют. Давайте накинем еще вариантов, кого бы вы хотели видеть в Зимнем Саду. Ну и немного доброты вам в ленту. Вчера в Гомеле прошла уже традиционная благотворительная акция «Игрушка ПАД». В Ледовом дворце была игра между Гомелем и Витебском. И после финальной сирены по сигналу судьи-информатора на лед полетели игрушки, которые принесли с собой болельщики. Все эти игрушки хоккейный клуб вместе с волонтерами передадут в социальные учреждения Гомеля. Два акции.